Сегодня вы узнаете секрет третьей серии цифрового цирка, а также увидите секреты, которые вы могли пропустить во второй серии. И да, вы не поверите, но уже появились сливы третьей серии цифрового цирка, и я, конечно же, не могу пройти мимо них. Ну а если ты ждешь третью серию, то я тебя обрадую. Каждый лайк под этим роликом приближает ее выход. Хоть серьезно, один лайк это минус один день к выходу новой серии. Ну а пока... О май гад! Удивительный цифровой цирк. Слив тизер трейлера третьей серии. И, конечно же, я в это верю. Каждой клеткой своего тела. Вот в это багованное странное нечто. Серьезно, там мерцают объекты. Что происходит? Да, это точно не фэк! Это абсолютная правда. Как же плохо это выглядит. Ё-моё. Ну они даже не старались. Ну камон, ну чуваки. Но с момента показа тизера второй серии можно было бы постараться и получше сделать что-то более интересное. Ну что это такое, блин? Цифровой цирк. Третий эпизод. Причем, к моему удивлению, этот ролик вышел достаточно давно, и он вообще 2D-шный. То есть он не то чтобы пытается очень сильно нас обмануть. Но мы все равно на него посмотрим, потому что здесь, возможно, будет что-то реально интересное. Кстати говоря, рисовка не такая очень плохая. Сегодняшнее приключение немножечко уехало, поэтому вы будете драться. Серьезно? Вот настолько странно. А, драться на пальцах. Ё-моё. Ну здесь у Джекса преимущество, потому что, ну, гангал это буквально... А. А так можно было, но вот это было неприятно. У нее еще масочка должна была треснуть. Блин, ну мистер летающая перчатка должен победить 100%. Почему я вообще сопереживаю этому? Это странно, что там за чел такой? Он что-то украл. Здесь еще музыка с авторскими правами. Это так странно, на самом деле, ощущается. Причем ролик достаточно короткий. Он буквально прямо сейчас кончится. Ну, я не думаю, что третий эпизод будет таким. Бам! Ей дали ключ к выходу. А точнее, гребаную карту. Причем, глядя на эту карту, я выхода здесь не вижу. И на этом же канале есть четвертый эпизод с Фроу Цирка. Серьезно? Не, ну, это мы, конечно же, смотрим. И ролик у нас начинается с меха Джека. И гангл помни. Чего, блин? Да, давайте вы сначала мне покажете, что за бред здесь происходит. Это какое-то новое приключение, о котором мы не знали. Идем за мной, если ты хочешь выбраться. А, карта была с подлохом. Она их засосала в новое приключение. Приключение со смертью. Блин, ну сюжеты здесь максимально упоротые, если честно. А, победитель сможет выбраться. Мне кажется, что далеко не все персонажи Цифрового Цирка хотят выбраться. Мне кажется, некоторым там по кайфу. Мало ли, что у них происходило в реальной жизни. Хотя они вроде реальную жизнь и не помнят. Там написано было. Тяжелая работа. Пешком добирайся. Огонь! Fire in the hole! И... Ну, минус одна. Блин, а если они ничего не помнят. И потом выберутся в реальный мир. А там окажется, что у них все очень плохо. И они в какой-нибудь коме находились. Это же будет вообще жесть. Но в итоге Джекс победил. Мы видели в начале. Что ж, ну здесь нет запаха новых эпизодов. Поэтому мы переходим к первому взгляду на третий эпизод. И здесь даже есть максимально кликбейтная превьюшка. Вы посмотрите на это. Вы в это верите? Конечно же, да. Причем, что самое интересное. Действительно, в тизере показали, например, вот этих вот персонажей. Но их в серии не было. Следовательно, они будут как раз-таки в третьем эпизоде. И там еще показали Джакса, который работает во вкусной точке. Его тоже не показали. В принципе, много моментов было, которые в итоге не попали во второй эпизод. Следовательно, они могут быть в третьем эпизоде, четвертом эпизоде или даже в пятом. Как я и говорил, вторая и третья серия производятся одновременно. Это лайк. Потому что третья серия выйдет не через полгода. Я в этом уверен. Я все пальцы скрещиваю. Все ваши лайки вижу. И судя по ним, серия выйдет, ну, секунд через 20. Надеюсь. Ну, а пока, поехали. Первый взгляд на третий эпизод показывает четыре новых предварительных просмотра нового эпизода. О, здесь будут спойлеры. И последний просмотр раскрывает больше всего эпизода. О, да. Вот это вот не было, вот это вот не было. Так что, начиная с предварительного просмотра номер один. Оказывается, что создатель шоу на самом деле намекнула на то, кто будет следующим главным злодеем в одном из ее более недавних постов. Само изображение... Опачки. А-а-а, блин, ну ребятки же следят за всякими соцсетями, и вот эта вот штука выглядит, если честно, страшно, если это новый монстр, конечно. На самом деле должно было быть секретной ссылкой на другое существо, которое... Это прототип какой-то. Нет, у него лицо аниматроника, рука прототипа, и что-то я не верю, что вот это вот чебупеля будет новым злодеем в цифровом цирке. Ну, нет. Предстояло увидеть. Это должно было быть отсылкой к монстру, известному как падальщик. Но какой именно... Какарион, это вообще из игры, ну, вряд ли автор стал бы ссылаться на эту игру, она не щупка популярная, хотя, может, она или он фанат. Что же, основываясь на этом новом изображении существа, мы действительно можем выяснить, какой именно монстр должен появиться. Ну да, вот такой вот монстр появится в новой серии. Сто процентов, опять же, в это мы верим. Это не фотошоп. Полагается, что следующим главным злодеем будет большой монстр с щупальцами. Ктулху. Ктулху будет злодеем в третьей главе в доме с призраками. Не, ну вот это вот тоже как-то немного шизофренично звучит. Но знает цифровой цирк, там же может быть все. Но аналогично было бы вписать Ктулху в какую-то морскую серию, мне кажется, в серии с домом привидений будет монстр привидения с отсылками, например, на игру про Луиджи. Если кто не знает, есть игра Луиджи Мэншн, и там вайп очень сильно похож на кадры как раз-таки с этими всеми призраками. Но предположим... Мы знаем о том, что в дополнение к тому факту, что монстр с щупальцами совпадает с более недавним постом, данным нам создателем шоу. Гусю Оркс на самом деле дала нам еще одну огромную подсказку. Она сообщила нам, что многие существа и персонажи для будущих эпизодов будут основаны на других персонажах, найденных в фильме Рваная Энн и Энди. Что? Стоп, Рогата срисована с какой-то дамочки из мультфильма Рогатая Энн и Энди? А, ну... Рога... Боже мой! Есть какой-то мультфильм, на который она ссылается? Мы знаем, что Рогата и Джакс явно основаны на главных героях. Обалдеть. Не, ну вот Рогата на Рогату очень похожа. Ну, или как ее там, Энн, или... Или что это вообще за персонаж? Что это за девочка такая? Я не знаю. Ну, прям очень хочется в этом разобраться. А вот Джакс вообще не похож на этого паренька. Единственное, что их объединяет, это вот этот вот комбинезончик. Прикольно, я не знал. Добавок ко всему, даже монстр... Вот вам и секрет. Если вы тоже не знали, напишите об этом в комменты. Это же вообще взрыв мозга. ...эпизода должен был быть основан на монстре из Рваной Энн и Энди по имени Жадина. А, даже... Обалдеть! Реально, там был такой монстр. Ну, он, конечно, не помадковый, но очень похож. Получается, реально, в этом маленьком мультике можно найти спойлеры всех эпизодов. Если это так, то это, опять же, взрыв мозга. Но, с другой стороны, они плагиат ли это? Потому что, ну, вот этот монстр, он очень похож. Тоже какой-то сладкий монстр. Я думаю, сюжеты там полностью отличаются. Но копировать персонажей? Ну, вдохновляться ими. Ну, предположим. Все это должно было соединиться воедино, говоря нам о том, что персонажи третьего эпизода тоже должны происходить из одного и того же фильма. Ну, да, логично. Есть даже один конкретный персонаж из этого фильма, который связывает... О, вот этот вот центральный призрак или что это такое. Мне кажется, вот он будет в третьем эпизоде. Тут, кстати говоря, очень много персонажей, и они очень все фактурные и характерные. Блин, клево. Мне даже захотелось вот этот вот мультфильм чекнуть, если вы хотите какой-нибудь мини-обзорчик на него и на то, что там происходит или происходило. Обязательно ставим лайки и пишем в комменты. Возможно, так мы получим спойлеры на следующие 10 серий. Это же будет вообще разрыв всего. И остальные подсказки со следующим монстром-щупальцем, злодеем, которого мы ожидали. Еще один монстр-щупальца из Рваны, Энн Энди, по имени Газуки, который на самом деле... Вот видите, он тоже похож на призрака. Но он скорее похож на призрака из Охотников за привидениями. Вот этот зеленый слизь. ...чем некоторых других персонажей во время его появления в фильме. Если мы уже ожидали появления какого-то монстра-щупальца в третьем эпизоде на основе всей ранней информации от Гуси Оркс, то имеет смысл, что он также будет похож на двух Казуков. Но следующий предварительный просмотр третьего эпизода в конечном итоге раскрывает еще одного нового персонажа, которого мы никогда раньше не видели. За которым возможно будет следить в шоу. Но кто же этот другой новый персонаж? Что же это? Наш первый пост о ситуации был сделан создателем шоу Гуси Оркс, который раскрывает эту новую концепцию персонажа, которую она выпустила из своих ранних набросков. О, это хуч набросков. Она на самом деле была намного более важной, чем мы изначально думали. Видите ли, хотя не было подтверждения того, что этот таинственный набросок будет одним из новых персонажей. Его дизайн на самом деле помогает нам понять, чего нам следует ожидать от третьего эпизода. Куча новых призраков, которые появляются... Ну призрак... Стоп! Здесь есть призрак Джек. А не говорит ли это о том... Да нет, конечно же, с ним ничего не случится. Успокойся. Куча новых призраков, которые появляются, с которыми членом цифрового цифра придется иметь дело. Но как мы это узнали? Что же оказывается дизайн этого нового персонажа на самом деле совпадает с другими персонажами-призраками, которые, как мы уже видели, появятся в будущих эпизодах? Очень хочется. Призрак по имени Марта Милдин Холл и то, что выглядит как ее собака. И вдобавок ко всему, нам дали ранний ключ к разгадке призраков от Гуси Оркс, который начался с ее ответа на вопросы фанатов о новых эпизодах. Эй, Гусь, как ты думаешь, будут ли в последующих эпизодах какие-нибудь крупные кровопролития? Просто я как бы хотел... Будет ли жесть-то на самом деле написано? ...пьё... ...на что она отвечает нам, что в будущем мы найдем останки некоторых других персонажей... Что? Ну, мы не найдем, а мы увидим останки других персонажей. Мне интересно, в каком виде это будет. В виде костей или вот очередной надписи на стене, типа перечеркнутый персонаж. Вот это интересно реально. Кто прекрасно согласуется с идеей о большем количестве призрачных персонажей, подобных тем, что мы уже видели, поскольку мы знаем, что смерть персонажа, скорее всего, приведет к тому, что он примет эту более призрачную форму. Мы уже видели. В двух разных эпизодах, но увидим. Свои предположения вы сможете написать в комментах попозже. ...таинственным объектом или персонажем, что может привести к тому, что он создаст некоторых из этих новых призраков, которых мы увидим. А это означает, что в третьем эпизоде есть огромная связь, за которой нам нужно будет следить. Но оказывается, что наш третий предварительный просмотр нового шоу на самом деле представляет собой целое видео. Как оказалось, нам наконец-то прислало видео обновление сама Гусьворкса, которое показывает нам краткий обзор того, как она проектирует третий эпизод. Клип, который она недавно опубликовала, освещает старую анимацию, которая изначально была взята из проекта под названием «Дар зимы». Но что это вообще может сказать нам о третьем эпизоде? Да, я вообще ничего не понимаю пока что. Оказывается, Гусьворкс уже сказала нам, что она на самом деле использовала эти старые анимации 70-х. В качестве вдохновения для вещей, которые она включает в удивительный цифровой цирк. Вот почему и Джаг... Блин, она очень много вдохновляется не современными трендами, а именно анимациями, которые выходили в 70-х, 80-х. И теперь я понимаю, как ей или ему, я так и не понял, удается балансировать во всем этом. Но при этом она добавляет туда ссылочки и современные штуки. И я не понимаю, как... Это прям очень круто. Гусьворкс созданный по мотивам главных героев из рваного платья и фильма, который также вышел в 70-е. Мы знаем, что есть даже целый злодей из второго эпизода, который был основан персонажей из того же фильма 70-х, чудаковатого мужа. Но этот новый клип от создателя шоу, по сути, говорит нам о том, что мы, возможно, увидим некоторых новых персонажей из сцены в будущих эпизодах после второго эпизода. О, там есть, да, призраки. Которые также вдохновляют. Блин, а мне это вообще напоминает какую-то советскую анимацию. Я помню, был мультфильм советский про призрака с такими цепями. Он там ходил и гремел, и я его до усрачки боялся и до сих пор его ни разу не пересматривал, потому что он до усрачки страшный. Лучше пойду, я не знаю, Resident Evil или Silent Hill еще раз перепройду. Это вот, это вот, нет, 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 вот у меня вайбы такие же от него. Нам просто нужно подождать и посмотреть, как это в конечном итоге будет включено. Но наш финальный и самый важный предварительный просмотр в конечном итоге раскрывает, о чем именно... Ну вот что, стоп, что это такое было? Это похоже на какую-то игру. Блин, если выйдет официальная игра по цифровому цирку, это будет мега расколбасня. Это прям вообще будет бом-бом. Ладно, я с ума скажу медленно. Третий эпизод. Ну я реально очень жду игру по цифровому цирку, потому что там есть потенциал. В конечном итоге спросила Гуси Оркс об этом конкретном эпизоде. Из всех предстоящих эпизодов, какой из них ваш любимый? На что Гуси Оркс отвечает нам, что третий эпизод определенно на высоте. Третий эпизод будет самым крутым даже по мнению автора. Боже мой, мои ожидания. Они сейчас там с 10% до 110 поднялись, потому что я в это опять же верю. В третьем эпизоде должно быть важным, чтобы ей так сильно понравилось. Поскольку она решает раскрываться, возможно, правда какая-то о персонажах или о мире, вот что-то такое должно быть. Некоторые строки из этого эпизода, которые наконец-то рассказывают нам, о чем он может быть. Наша первая строка вне контекста в третьем эпизоде была от персонажа Гангла. И было подтверждено, и было подтверждено. Что она говорит нам о том, что с Гангл в этом эпизоде может что-то случиться, скорее всего с участием призраков. Нееет, блин, если они избавятся от Гангл, это будет прям вообще очень не очень. А они ведь могут, ну потому что Джакса все любят. Вы вот сколько видели различных артов, анимаций фанатских с Джаксом? Ну тысячи, миллионы, миллиарды. А на Гангл всем буквально все равно. И в самом мультсериале, и вне его я почти не видел ни одного фанарта с Гангл. И если они реально что-то сделают, мое сердечко будет разбито навсегда. Это же прям вообще. Это очень и очень. Что заставляет ее включать реагировать таким образом в первом месте. Наша следующая строка вне контекста из третьего эпизода должна была быть о Джексе. Который говорит нам, что в какой-то момент в следующем шоу он говорит, никогда больше не называй нас так. Что на самом деле оказывается гораздо более важным для раскрытия того, о чем на самом деле будет третий эпизод. Тот факт, что он собирается вести своего рода беседу с некоторыми из новых персонажей третьего эпизода. О, вот он, вот он, вот он, в ростиксе работает. Говорит нам о том, что призраки в этом эпизоде, скорее всего, дружелюбны. Они не станут злодеями этого эпизода. Это понятно, вы посмотрите на их дизайн. Он круглый, приятный, хотя, возможно, потом внезапно окажется, что они злодеи. Но раз королева во втором эпизоде внезапно не превратилась в злодейку, то, скорее всего, и призраки останутся на доброй стороне, и будет какой-то главный антагонист, с которым они будут сражаться. Хотя, в втором эпизоде не то, чтобы он был. Главным антагонистом до сих пор является сам мир. Они, то есть, вывалились за карту, раскрыли правду о своем существовании. Там, главный антагонист это Кейн, блин. Он не может вызывать нас так, имея в виду его и остальную часть команды. Тот, кто назвал его так в первом месте, должен быть одним из новых персонажей, сообщающих, что мы видим совершенно нового злодея, который не является одним из этих главных персонажей-призраков, с которыми нас уже познакомили в трейлере первого сезона шоу. Но оказывается, мы также знаем полную историю третьего эпизода, так как Гуси Оркс недавно раскрыл то, что мы ожидаем увидеть с Зубелем в этом эпизоде. Блин, ну вот то, что Зубл, например, уберут, вот в это я бы 100% поверил, потому что сколько было Зубл в первом эпизоде? Там минуты две? Ну хотя вот в начале ее было много, потом резкая ее роль сократилась до минимума. Во втором эпизоде сколько ее было? Секунд 30! И она буквально в начале такая, нет, я ливаю. И в конце приходит, немного грустит, и все. И вот я не понимаю, почему на Зубл так сильно положили болт. Видимо, она прям вообще никому не нравится. Или почему так, объясните мне. Персонаж же вроде интересный по-своему. ...будет сосредоточен вокруг их персонажа, точно так же, как второй эпизод был сосредоточен вокруг Гаммигу. И самая важная информация о Зобеле для следующего эпизода, это тот факт, что есть совершенно другой дизайн Зобеля, который может в конечном итоге появиться в этом эпизоде. Прикольно. Кстати говоря, многие ребята заметили в комментах, что дизайн Зубл немножечко меняется из серии в серию. И по-моему, даже на протяжении серии он меняется, потому что она буквально конструктор, постоянно на себя разные части лепит, и какие-то детали, наоборот, отлепливает. Это тоже прикольно. Мы знаем это, потому что в некоторых из ее более ранних концепт работ Гуси Оркс раскрыла два отдельных Зобеля рядом друг с другом. Блин, ну может быть вот этот Зобель слева, это нифига не Зобель, а какой-то другой персонаж, я не знаю, возможно, мужчина некий, хотя... Хотя они очень похожи. Ну вот вайп от левого персонажа вообще не похож на Зубл, если честно. Но я могу ошибаться, учитывая, что она конструктор. И в принципе, а что делает ее Зубл? Какая именно часть конструктора является Зубл? Где находится ее мозг или душа, или что-то в этом роде? Она же реально конструктор. Ее можно разобрать, собрать обратно? Наверное, в голове. Нет, хотя если оторвать у нее голову и глаза. Где, блин, находится Зубл? Что она за объект друг с другом? Как правило, Зобель это всегда один и тот же персонаж, только с разными частями, которые она выбирает из своей коробки Зобеля, которая также была показана нам за кулисами. Но тот факт, что теперь есть два совершенно разных дизайна, говорит нам о том, что... Просто было два дизайна, выбрали в итоге один. Я не понимаю, зачем из этого теории какие-то делать. И, кстати говоря, автор в своем дизайне очень сильно отсылается на Зубл. Возможно, автор это и есть Зубл. Ладно, это слишком странная теория. Может быть связано с этой другой стороной себя, которую мы, наконец, увидим раскрытой в третьем эпизоде в конечном итоге. И на самом деле мы можем раскрыть всю историю. Опачки, еще одни сливы. Посмотрите, господи, сколько же у них видосов о третьем эпизоде. При том, что этот ролик вышел аж полгода назад. Вряд ли там есть какая-то актуальная инфа по третьему эпизоду. Ну что ж, отправляемся дальше к фанатским третьим эпизодам цифрового цирка. Следующий ролик называется «Помни, тебе комфортно? Цифровой цирк эпизод 3». И знаете, мне стало некомфортно, потому что премию для этого ролика выглядит как-то вот так вот. Если вы думаете, что сам ролик будет выглядеть хорошо, то вы чертовски ошибаетесь. Так, я постараюсь это вот все забыть. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся.